Несмотря на то, что большинство жителей Республики Башкортостан либо игнорировали День Республики, который случился у нас 11 октября, либо вообще об этом Дне Республики не знали, Хабиров все-таки решил отпраздновать его на полную катушку, но с самого начала что-то, ну или даже все пошло не так. Так, внезапное без объяснения причин праздновать пятилетие прихода к власти Хабирова, а заодно и День Республики отказался посетить премьер-министр Михаил Мышустин. Причем, судя по данным официального сайта правительства, в этот день у него не случилось никаких внезапных срочных дел, он, как положено, встречался с несколькими руководителями крупных государственных компаний и занимался своими делами. То есть, складывается такая картинка, что в определенный момент Мишустин сказал, не, я не поеду туда, в эту Башкирию, к этому радио, что-то там не чисто, и вообще там он рассказывает, что мне четвертый раз подряд хотят один и тот же завод, как новый, впарить. Ну, это я предположил. Но, в общем, Мишустин не приехал. И даже прибывший вместо Мишустина вице-премьер Новак настолько сократил свое пребывание и общение с башкирскими чиновниками, что не остался даже на вручении коммунальной техники отличникам ЖКХ и преуспевающим в этой отрасли. Новак демонстративно развернулся и улетел обратно в Москву. Ну, и еще весь день шел дождь, отчего тщательно разученное выражение счастья на лицах бюджетной массовки на Советской площади периодически менялось на гримасу страдания и даже отвращения к происходящему. Хотя им было положено изображать радость и счастье от того, что им позволено присутствовать на этой замечательной площади в такой торжественный день. Хабиров, тем не менее, изо всех сил изображал веселье и гостеприимство. С президентом Абхазии он заложил строительство колоннады на набережной Уфы. Вот Ради Фаридович, он упоротый сказал колоннаду построю, построит. Вот как бы в каждом дворе не появилось. Далее с премьер-министром Белоруссии, дорогой Ради Фаридович, уже в четвертый раз открыл завод Амкадор по производству малых сейлок. И дальше переместились, значит, к самому вкусному, открытию парка Аксакова. Собственно, парк был готов буквально накануне, там не везде еще оторвали полиэтилен и почистили монтажную пену, но уже его открыли для посетителей именно в день республики. Хабиров заявил по поводу парка Аксакова, что это еще один наш подарок людям. В этот момент, где-то за пеной Хабирова, не в кадре, в кустах, звонко рассмеялись трое. Арутян, Абавян и Аропетян. В общем, им тоже нравится делать такие подарки уфимцам. Дорогой Ради Фаридович, это я уже обращаюсь к главе региона. А можно мы, налогоплательщики, в следующий раз сами себе выберем подарок на 250 миллионов рублей, которые, в общем-то, будут оплачены из наших карманов, из нашего бюджета. Может быть, мы захотим асфальт поровнее, может быть, нам захочется побольше и почище автобусов в городе. Или даже, рискну предположить, вдруг нам захочется тариф на отопление снизить, а у нас вот такие вот деньжища где-то завалялись. В общем, конечно, вот эта возмутительная фраза Хабиров, вот он реально, когда он говорит, мы решили, мы ходили, мы смотрели, он имеет в виду только себя. Он к себе на «мы» обращается. А еще он действительно свято уверен, что бюджет – это его деньги. И вот построив парк или там немножко почистив дорожки, он делает какой-то неимоверный подарок гражданам. Граждане, естественно, должны валяться в ногах со словами благодарности. Он правда не понимает, что бюджетные деньги – это не его деньги. Вот я, честно говоря, не понял.